17 марта 2004 года на 72-м году жизни не стало видного государственного деятеля первого главы Карачаева Черкесии Владимира Исламовича Хубеева. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. Теплым весенним днем 26 марта 1932 года в необыкновенной по красоте местах Зеленчукского района Карачаева Черкесской автономной области, Аули Архыс, в семье учителя Ислама Абулкеримовича Хубеева и Нази Усмановны Токовой родился долгожданный первенец. По традиции в горских семьях имена новорожденным давали старшие в роду. Так дедушка Абулкерим, высокообразованный человек, сделал свой выбор в пользу имена имени Владимир, что означает «владыка мира». Родные с детства пророчили мальчику большое будущее. Он подрастал крепышом и был настоящей опорой своим родителям. Позже в семье Хубеевых появились на свет еще трое детей – сын Мухтар и две прекрасные дочери Мария и Хаулат. Для своих сестер и брата Владимир Хубеев был примером для подражания во всем – и в учебе, и в прилежности. Сегодня, вспоминая о своем любимом брате, Мухтар рассказывает о том, каким он рос, как выделялся среди своих сверстников. Отличался тем, что он оказывался рослее их, как бы возрастом старше. Но он был просто рослый парень, всегда его товарищи по школе ученики уважали, как бы лидером он с юности был. Морозное утро 2 ноября 1943 года. До семьи Хубеевых, так же, как и до всех семей в карачаевских селениях, донеслась тревожная весть о депортации. Будучи 10-летним мальчиком, Владимир Хубеев все, что происходит вокруг, отчетливо понимал и переживал не меньше взрослых. Хубеевы сполна испытали все горести и тяготы 14 лет скитаний на чужбине, болезни, голод, изнурительный труд на хлопковых полях. Крепкий дух и кавказская ментальность позволили семье выжить в тяжелых условиях. Будучи самым старшим сыном, Владимир оказывал всяческую помощь матери, самостоятельно воспитывающей четверых детей, поскольку отец семейства ушел на фронт с первым призывом. В ссылку семья отправилась без него. Как старший брат, он и меня, конечно, настраивал, чтобы я не мог заниматься бездельем или уходил в сторону куда-то. Две девочки были младше нас, Мария и Хаулат. Они уже ушли. Иной мир остался я один. В семье поведение Владимира было нормальным. По хозяйству занимался, помогал матери. Мать меня называла завхозом. После его ухода, конечно, я занимался хозяйством. И я постоянно занимался и огородничеством. У нас в колхозах, в колхозе выдавали приусадебный участок 30 соток земли. И вот мы должны были обрабатывать и посеять, пропалывать. Кукурузу выращивали, картофель. Ну, при этом он что, наказал мне? Помогать матери во всем и не перечить ни в каких вопросах домашних. Так и было. Тянул я хозяйство. Пока тоже не закончил школу и не ушел на учебу. Трудовая деятельность Владимира Хубиева началась сразу после окончания Фрунзенского гидромиллиардативного техникума. Уже в 1954 году, будучи в Средней Азии, он работает землеустроителем Киргизского республиканского пастбищно-миллиардативного строительного отреста. И, кстати сказать, весьма успешно. По окончании этого техникума направили их на производственную практику из Сыкульской области. Там он тоже хорошо повел себя. При Сыкулье, город Пржевальск, и рядом были сельскохозяйственные угодья, в те годы, конечно, не хватало механизаторов в МТСах. И также они, студенты-практиканты, приняли участие на уборочной кампании и тоже получили хорошие отзывы, благодарности, почетные грамоты. Вот так он вел себя в молодости. Неустанный труд и упорство, проявленные в работе, не остались незамеченными. И Владимир Хубьев был назначен на должность инженера ЖТО ГОСК МТС из Сыкульской области. Спустя три года, в 1957 году, карачаевскому народу наконец было разрешено вернуться на родину. От ними из первых вернулись и Хубьевы. Радость возвращения придавала сил. Люди отчаянно восстанавливали свое хозяйство быт. Сразу же старший сын в семье, Владимир Хубьев, устраивается на работу сначала землеустроителем, а затем управляющим фермой совхоза Старожевский Зеленчукского района. С первых дней практической работы он проявляет незаурядные организаторские способности, трудолюбие, принципиальность и требовательность к себе и своим подчиненным. Личностные и профессиональные качества Хубьева повышают его авторитет и его назначают на должность первого секретаря Карачаевского райкома КПСС. Далее его карьера на общественно-политическом поприще неустанно идет вверх. Владимира Исламовича избирают в качестве председателя Карачаева-Черкесского областного совета народных депутатов. В 1991 году Хубьев, уже зарекомендовавший себя компетентным руководителем, был назначен на пост высшего должностного лица региона. Первый глава Карачаева-Черкесской республики Владимир Исламович Хубьев руководил субъектом на протяжении восьми лет. Владимир Хубьев был масштабной личностью с большими интересами, высокой культурой, богатым жизненным опытом. О нем можно много говорить, но главное, что он стоял у истоков создания республики. Именно опираясь на его опыт, мы шли вперед. Поделился воспоминаниями бывший председатель республиканского правительства, ныне заместитель начальника управления федеральных автомобильных дорог Кавказ в городе Черкесский Анатолий Озов. Он пришел на эту работу, имея громадный уже опыт работы. Он обладал знанием всех сторон жизни нашей республики. И экономика, и политика, и национальные проблемы, и многие другие. Все это он знал не по наслышке, а практически по той работе, которую он до этого выполнял. Естественно, что высшее должностное лицо республики, глава республики, это еще больше ответственно, чем та, которая была у него, будучи представителем госполкома. Вот эти годы, 8 лет, которые мы проработали вместе, 8 лет, экономика нашей республики развивалась, несмотря ни на что, значит, более быстрыми темпами, чем в среднем по России, это одно, абсолютно однозначно, и более быстрыми темпами, чем в других субъектах Российской Федерации на Северном Кавказе. Предметом особой гордости и повседневной заботы Владимира Исламовича всегда была родная республика. Своими воспоминаниями об этом человеке поделился и заместитель председателя Народного собрания республики, председатель Карачаево-Черкесской региональной общественной организации Карачаево-Ланхалк Руслан Хабов. Во многом благодаря политической воле первого главы региона в лихие 90-е годы Карачаева-Черкесия осталась целостной административно-территориальной единицей и сохранила свою многонациональность. Хотя попытки расколоть республику предпринимались нешуточные. Его дальновидный ум и беспрестанный созидательный труд не позволили распасться на часть субъекту, в котором проживало более 80 национальностей. Опираясь на многовековую мудрость народов, Владимир Хубиев не допустил разделения Карачаева-Черкесии на ряд новых национально-территориальных образований, отмечает Руслан Хабов. О Владимире Исламовичу можно долго рассказывать. Я его знал еще тогда, когда работал директором Малокрачевского райпромкомбината. Он был руководителем, он возглавлял обесполком. Так, знал, слышал, на совещаниях виделись. Как-то он приехал в район и решил посетить наше предприятие. А тогда это был год 92-й или 3-й исчезли с прилавком магазинов моющие средства. Вот, могу ошибиться, а наш коллектив, 90% женский коллектив. Вот мы собрание проводили, значит, он встречался с коллективом. Вопросы, ответы, как обычно, значит, ну, подавляющее большинство выступавших там, женщин, которые вопрос задавали, просили Владимира Ислановича, сегодня это смешно, хозяйственное, мыло, стиральный порошок. Ну, поскольку женщины дома этим занимаются, мне даже стало стыдно как-то, как руководителю. Но, тем не менее, он очень серьезно это воспринял, очень серьезно записал там какие-то, пометки себе сделал. Ну, собрание закончилось, ну, думал, он меня, значит, отругает, так сказать, за такие нелепые вопросы руководителю областного совета народного депутата, да? Ну, ничего, абсолютно ничего не сказал. Так, в общем, по предприятию разговор повели, значит, работа, достижения, там, успехи, какие недостатки, что нужно для предприятия и так далее, и так далее. Разъехались. Проходит буквально недели две, мне звонят и говорят, значит, приезжайте в Черкесск, управление снабжения сбыта у Брисполкома на грузовой машине. Значит, Владимир Русланович поручил управление снабжения сбыта обеспечить работниц промокомбината моющими средствами. Знаете, я и сегодня, не забываю этот момент, это просто, наверное, характеризует его как, вот, именно, как человека, да, как руководителя, понятно, что он, вообще он всегда принимал решения очень быстро, ответственно принимал и не тянул решения вопроса. Годы совместного сотрудничества отложились в памяти председателя оригинальной общественной палаты Веры Молдавановой. Она вспоминает, что встреча с Владимиром Хубиевым стала для нее уроком на всю жизнь. Рассказала также о том, что первый глава Карачева Черкесии был снисходителен к людям и всегда выражал готовность помочь каждому человеку и даже целым коллективам. Мне запомнился он как высокопрофессиональный организатор в то время. Сам партийно-хозяйственный руководитель области. Область была на пике развития экономическом, поэтому здесь работало очень много предприятий, особенно военного ведомства. Поэтому область набирала очень хороший вес. Мне приходилось сталкиваться и при выполнении своих планов, когда Владимир Исламович спрашивал о достижениях предприятий, но и тогда, когда проводил какие-то совещания по выполнению каких-то социального развития тогдашней области. Что я могу сказать? Конечно, сразу чувствовался высокий интеллект человека. Он мог разговаривать абсолютно о всех сферах, не только сферах деятельности. Он был очень простой в общении. И даже самые высокие патриотические слова мог говорить так, что было понятно абсолютно рядовым жителям. В беседе вице-премьер правительства Карачаева-Черкесии Джанибет Суюнов, который с 1999 по 2003 год возглавлял Народные собрания республики, вспомнил высокую работоспособность Владимира Хубиева. Интересуясь истинным положением дел на селе, Владимир Исламович мог выезжать на осмотры состояния сельхозугодий и предприятий в любое время суток. Он был патриотом, для которого главной ценностью были интересы народов Карачаева-Черкесии, рассказывает он. Самое такое теплое воспоминание о нем у меня осталось в 89-м году, в 1989 году, когда меня рекомендовали руководителям одного из крупнейших сельхозпредприятий совхоза «Рокенюрдский». Так получилось, я попал Владимиру Иславовичу непосредственно в кабинет на собеседование и я помню эту беседу, она, наверное, пройдет продолжительность не более 20 минут, но такая теплая отеческая беседа Владимира Иславовича. У Владимира Иславовича была очень такая хорошая такая черта. Он мог выходной день сесть на машину и без оповещения внезапно появиться в хозяйстве, приехать в хозяйство. Это сегодня есть мобильные телефоны, их раньше у нас не было, была диспетчерская связь и так далее, но сам факт, что вот он приезжал, мы приезжали вместе с ним в хозяйство, он интересовался, живо интересовался вообще жизнью людей. Особой заслугой Владимира Исламовича на посту высшего должностного лица региона стало создание и принятие первой конституции Карачаевой Черкесской республики. Важно было принять этот документ с учетом специфики нашей республики, но при этом строго соблюсти все положения Конституции Российской Федерации. Начался непосредственно процесс подготовки текста, который должен был быть изложен ясным и понятным языком, с соблюдением всех юридических требований и формулировок. Проект Конституции был опубликован в газете «Ленинское знамя» для того, чтобы люди могли ознакомиться с будущим основным законом республики. После опубликования текста Конституции в комиссию поступило более трех тысяч предложений и замечаний, которые были рассмотрены и учтены в дальнейшем. 5 марта 1996 года Конституция Карачева-Черкесской Республики была единогласно принята депутатами парламента, подчеркнули друзья и коллеги Хубиева. Владимир Владимирович был председателем комиссии и вроде согласовали весь текст Конституции со всеми заинтересованными участниками этого процесса и национальные вопросы, общественные организации, национальные политические партии и отдельные лидеры. Все вопросы Конституции были согласованы. Я это помню, как секретарь Конституционной комиссии оставался один пункт глава республики назначается или избирается. Валерий Славович тогда он говорил, что для нашей республики нужно, чтобы назначался глава республики Москвой президентом по согласованию с законодательным органом другие механизмы там были. А вокруг демократия везде развивалась, везде это выборы. Вот он мотивировал свое мнение, что должен глава назначаться тем, что у нас многонациональная республика, здесь межнациональная рознь пойдет. Все, кто знал его, все, кто рядом были, все, кто слышал его мнение на этот счет, до единого человека они признавали в том, что он тогда мудро говорил. Вот так история рассудила, он был прав. Очень важным был вопрос межнационального спокойствия. И вот, конечно, эти годы, вот особенно 92-й, 3-й, 4-й, 5-й, это были тяжелым периодом для нашей республики, когда шло реформирование как органа государственной власти. Конституции нет, нет основного закона, по которому жила бы республика. Национальная элита народов разных стремилась и пыталась к тому, чтобы каким-то образом достойное место занять, достойную ячейку занять в взаимоотношениях или, будем говорить, в государственном строительстве республики. Очень важно. И вот 94-й, 5-й год, о которых мы говорим, появление правительства как отдельной структуры, будем так говорить, руководителя правительства, было связано именно с этим, чтобы как-то перераспределить власть между представителями народов, всех народов. Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента России, во главе группы людей приехал к нам сюда, и в течение нескольких дней был подготовлен закон об органах исполнительного власти Карачаево-Черкесской республики, вот на этот переходный период. Вот на основании этого закона, закон уже четко определил наши действия, на основании этого закона была сформирована власть в республике. Он стоял на объединяющей роли, говорил, что ни в коем случае нельзя народы стравливать в политической игре, потому что у нас республика многонациональная, ее нельзя разделить по аулам и селам, но в этом это тоже дальнозоркость руководителя. Это была волна национального движения в республике, все было неоднозначно, ведь Владимир Самович на тот момент не дал в том числе и этой составляющей расшатать молодую республику. Благодаря ему было и его команде, которую он сформировал в рамках 72-й статьи Конституции Российской Федерации. Это статья, которая в первую очередь обозначена разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. Статья, обозначающая федеративное устройство нашего государства, когда каждому субъекту давалось право принимать свою Конституцию и вот от того, насколько правильно была принята Конституция Карачаева-Черкесии и была проделена роль будущего нашей молодой республики. Близко знакомые с выдающейся личностью Владимира Хубиева и сегодня связывают с его именем целый этап в развитии республики. Ведь при непосредственном участии Владимира Исламовича Хубиева Карачаева-Черкесская автономная область вышла из состава Ставропольского края и в регионе был локализован так называемый парад суверенитетов и восторжествовало единение. Так, Владимир Хубиев был одним из инициаторов принятия бывшим Верховным Советом РСФСР закона о реабилитации репрессированных народов, а также целого ряда других важных законов, в частности о преобразовании Карачаева-Черкесской автономной области в республику в составе Российской Федерации. Особенно ярко вот его и человеческие качества и как человека большой политики проявились его, конечно, в 90-е годы. Тогда, когда страна разваливалась, когда нужно было выходить в силу того, что Ставропольский край не решал вопросы очень много нашей области, мы рассчитывали на свой потенциал и по его предложению все-таки мы постарались выйти в отдельный субъект Российской Федерации. И вот насколько был дальновидный политик, мы можем понимать уже сейчас, особенно в эти последние годы, потому что как отдельный субъект, мы можем в Российской Федерации очень многое сделать и добиться, нежели будучи в составе Ставропольского края. В этом самом и проявилась дальновидная политика Владимира Исламовича, потому что тогда он говорил, обязательно должно быть единение. В то время, когда было очень острое вот эти 90-е годы, он проявил себя таким дипломатом ярким, он пользовался авторитетом у людей разной политической направленности. Единственный человек, наверное, можно сказать это с уверенностью на тот момент, который был уверен в том, что нужно сохранить единую кричать здесь. Он был уверен на 100% что это нужно для будущего нашей республики, для будущего наших народов, потому что если бы у человека не было такой уверенности, он не мог бы такие титанические усилия приложить к тому, чтобы сохранить республику. вот его убежденность в этом помогла найти силы какие-то внутренние, ведь он проводил под сильнейшим нажимом и национальных организаций, и лидеров, вообще элиты, вот можно так выразиться, республики, чтобы сохранить. Были противники у него, открыто действовали против, и тем не менее, вот мы сегодня являемся свидетелями того, что 25 лет будем отмечать в сентябре республика сохранена. Благодаря тому, что это движение по выходу и образованию Карачаево-Черкесской республики взял на себя Владимир Славович со своими единомышленниками имело, на мой взгляд, очень огромное значение для нашей республики, для его становления. 1990-е годы, когда захлестнувшие республику сепаратизм, противостояние наций, расколы общества принесли Владимиру Исламовичу немало разочарований. Он настолько мог уйти от этих интриг или осадить горячие головы, что у него авторитет был непредвлекаемый во всех нациях и народностях не только Карачаева-Черкесия, но и за пределами. Недаром его дедом называли, потому что авторитет очень был большой. Но кроме этого, вы знаете, мы занимались советом женщин Карачаева-Черкесии. в то время зарождалось очень много общественных движений. И насколько вот его человечность проявляется в том, что он мог выслушивать каждого человека, который занимается общественной деятельностью. Владиславович вопросом именно межнациональных отношений уделял очень большое внимание. Ну, во-первых, я что могу сказать? Он сам по себе был интернационалистом. Вот я не помню ни одного случая, чтобы он по национальному признаку хоть каким-то образом, не то, чтобы сказал плохое слово или что-то дисси какое-то, значит, чтобы он ну, как-то негативно отозвался о человеке, что вот он такой-то, такой-то национальности. Это абсолютно исключается. Переломные 90-е не могли не отразиться на семье Владимира Исламовича. Это был напряженный период. Супруг допоздна на работе. Переживание за судьбу республики, неустанная работа, практически не до семьи. В этот сложный период супруга первого главы региона Зоя Кибировна оставалась не только преданной женой и матерью его детей, но и верным соратником, поддерживала его во всех делах. Сама по натуре я никогда себя выше кого-то не считаю. Я считаю, что все люди равны на этой земле. Кто-то где-то преуспевал допустим в науке, кто-то допустим в каком-то другом бизнесе. Для меня безразлично. Все люди вот я начинаю заходить с порога обнимаюсь с техничками и так далее. То есть вот даже в те смутные годы, когда на этом были митинги на площади, конечно, было очень тяжело. Я шла, я не боялась. Наши студенты вот здесь были чеченцы. Они мне говорили, Зойки, давайте мы вас будем провожать. Как вы идете? Не боитесь? Я говорю, а я не боюсь, я ничего преступного, ничего не сделаю. Если кому-то не угодно, пусть поступают как надо. Ни разу, нигде я не спряталась. Я шла через эту толпу, на площади мы жили на Комсомольской и даже останавливалась и там знаете, что я считаю? Я считаю, что я свободный человек. Я даже рада, что я свободный человек и спокойно могу ходить по улице. Я не хочу никого ни в чем винить, но неправильно было толкование. Вот тогда, когда в республике такое было смутное положение, неправильно было толковано. Плохо, когда республика многонациональная и каждая национальность выдвигает свои требования. Но он старался так, чтобы эти требования удовлетворяли всех, все нации. Зоя Кибировна бесконечно благодарна судьбе, что на своем пути встретила этого человека и 45 лет преодолевала с ним все трудности бок о бок. Доктор технических наук, профессор кафедры технологии переработки материалов Северокавказской государственной технологической академии, Зоя Кибировна по сей день продолжает преподавательскую деятельность. Конечно, он был прекрасный человек, в нашей семье было только, допустим, добро и любовь. Больше у нас ничего не было. У нас никогда не было разговоров на тонах, какое-то такое, знаете, недовольствие и так далее. Но то, что он давал детям пример, он показывал только свои работы. Но сам, вот если так честно сказать, он не занимался воспитанием, ему некогда просто было. Вот он утром уходил, ночью приходил. Но, вы знаете, я старалась так воспитывать детей, всегда говорила, ребята, если что-то, вы должны идти только по прямой дороге. Если вы свернете налево или направо, это все ударит рикошетом по вашему отцу. Я не могу сказать, у меня выросли хорошие дети, нигде они не подвели его, нигде абсолютно, ничем не подвели. Хорошо учились, выполняли то, что необходимо было. Но обидно, конечно, сын у меня и даже сейчас говорит, я вырос без отца. Практически он не видел его. Мы его встречали, мы его провожали. редкий случай, когда он когда-то на охоту шел, мог взять, это было в полгода или в год один раз, или на рыбалку, то, что он любил. Все остальное время я занималась их воспитанием. Я думаю, что я воспитала достойных детей. Они нигде нас не подвели. С его именем связано развитие промышленного потенциала республики, строительной индустрии и сельского хозяйства. Все это вместе взятое позволило заслужить ему настоящий авторитет у всех народов Карачаева-Черкесии, рассказывает председатель общественной палаты Карачаева-Черкесии Вера Молдованова. Владимир Исламович был разносторонней личностью с богатым жизненным опытом. Я помню тот момент, когда мы, будучи совет женщин Карачаева-Черкесии, проводили съезд женщин по поводу единения республики. И, наверное, самый такой острый политический шаг он сделал тогда, когда он провел референдум. Это был героический шаг, потому что неизвестно было, как воспримут народы в единстве области в дальнейшем республике. Но народ поддержал, и я думаю, что в следующие десятилетия, когда уже образовалась республика, и он стал главой республики, уже тогда он сказал очень правильную вещь, с которой мы сейчас только пришли, о том, что в субъектах должен быть глава администрации или глава субъекта, и ни в коем случае не президент. Но он уже тогда говорил о том, что в стране должен быть один президент, а в республиках главы. Я всегда придерживаюсь такой точки зрения. Конечно, с учетом национального состава надо формировать всегда структуры управления власти и управления нашей республики. И это тоже присутствовало. Среди всех народов есть люди, которые подготовлены хорошо, лучше подготовлены. Вот из наилучших, вот тех, кто наилучшим образом были готовы к этой работе, он и подобрал состав правительства нашей республики. 1 февраля я приступил к работе в качестве первого заместителя главы администрации республики. Кроме меня первым заместителем стал Василий Петрович Редькин, который много лет проработал тоже в облсполкоме начальника финансового отдела, тогда так называлось это. И вот финансо-экономический блок взял на себя Василий Петрович Редькин. Тоже с большим опытом работы, с хорошим знанием как теории, так и практики. Вот финансо-экономический блок. Николай Супович Найманов блок сельского хозяйства, тоже хорошо известный в республике наш человек, тоже высокопрофессиональный, квалифицированный, прошедший всю школу снизу доверху. Вот еще одна фигура. Азрет Хаджбекирич Татаршао социальный блок, будем так говорить, управление по имуществу Мустафа Азрет Алиевич Батыев, тоже хорошо известный человек. И вот управляющий делами Ажмагмед Режбыч Катаганов. Вот 5-6 человек, которые, в общем-то, сформировали руководство республики, которые были подобраны. И все они, как вы обратили внимание, люди, которые имели достаточно хороший опыт работы. Естественно, что опираясь на такое ядро, на такой костяк, на такой каркас, можно было дальше подбирать и руководителей управлений и ведомств главы республики. Там тоже, будем говорить так, каких-то людей, которые были бы, не то чтобы со стороны назначены, были, ну так вот, не по направлению, не было. Все министры, все руководители управления и ведомств тоже это были люди опытные. Все наши успехи, я имею ввиду, регион наш, республику и достижения, все это связано вот с тем единственным правильным решением, которое удалось провести в жизнь Владимира Иславовича. Думаю, что он хороший урок преподал всем последователям своим, единомышленникам и противникам, идеологическим, я имею ввиду, что другой вариант для развития и процветания нашей республики, другой вариант просто не существует. Трудовой путь первого главы Карачева Черкесии Владимира Хубиева был отмечен многими наградами, среди которых ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов, а для всех своих коллег он был дорогим учителем и мудрым наставником. Если говорить об опыте, о мудрости, о такте, о уважительном отношении, вот очень хорошо были построены взаимоотношения вот Кабарина-Балкарской республики и нашей республики. С Адыгеей тоже мы достаточно дружно работали. Значит, вот три главы, там, Аслан Олегович Джаримов, Валерий Михайлович Коков и Владимир Славович Хубиев, значит, они не только на Северном Кавказе, но и в Москве как-то компактно общались, практически вместе работали. Я считаю, что он был очень благородным человеком и в то же время очень простым. Во-первых, он был страстный рыбак, а это тоже один из таких очень важных элементов суметь расслабиться, суметь на хорошем чистом воздухе, побыть какое-то время, значит, мысли каким-то образом собрать. Это тоже способствовало, значит, по крайней мере, улучшению работы. Панибратства не было, практически не было, но отношения были очень доброжелательные. Всегда говорил спокойным, доброжелательным голосом, спокойным тоном. Это тоже признать силы. Человечный человек, понимающий проблему, он никогда, я запомнил его таким, что он никогда себя не считал каким-то небожителем, да, он был земной, он с тобой был равным тебе, с другим был равным, значит, с ребенком, с юношей, с пожилым человеком, он был равным. Он не только в Карачаево, Черкесии, понятно, здесь он столько лет стоял у истоков образования республики, был первым ее главой, многое сделал для того, чтобы мы были равными среди равных Российской Федерации, среди других регионов, но он как руководитель из Кавказа одним из самых уважаемых в федеральном центре политиков региональных был, к его мнению прислушивались. Конечно, он запомнился мне как государственный деятель со всеми этими вопросами. Он был общественник, он со всеми национальными организациями, радикальными, такими спокойными, находил общий язык всегда. Опять же, это, наверное, качество мудрого человека. И человек, безусловно, семьянин, хороший. Дети предельно честные. Вот они никогда, нигде не позволили выпячивать себя, что я вот сын того, или я дочь такого-то человека. Они скромны. По сей день они скромны. Вы знаете, что многие даже не знают, кто у них был отец. Ну, не знают. никогда они не хвалились этим, никогда мы не пользовались авторитетом. Никогда. Я вот даже здесь на работе, я никогда не сказала, что я вот супруга первого главы, вот ко мне нет. Нет, я была со всеми на одном уровне. Вот у нас вот эта порядочность, скромность, она так и была заложена. Конечно, дети, видя отношение отца к работе, к людям, они, конечно, воспринимали это все. Это не просто так. Мало что я говорила, им надо было еще увидеть это, услышать это. Ну, все, так вот они взяли все, честность, правдивость. которые из двух сыновей важных больше похожи на Владимира Славовича. Ну, это младший сын. Старший же у меня погиб, ты знаешь, Асенька. 24 года. Младший сын. И внук мой. И внук, да. Вот, они похожи на отца. Они похожи, и они как бы повторяют, вот, как сказать, не копируют, а повторяют какие-то его поступки, его отношения. В теплых воспоминаниях его соратников и друзей прослеживаются мысли о том, что на сегодняшний день пока еще довольно сложно дать комплексную оценку исторической личности Владимира Кубиева. Бесконечно мягкий и интеллигентный, но в своих решениях тверд и непоколебим. Он был тем человеком, которым мы с вами имеем все основания гордиться. Именно таким запомнили его друзья и коллеги. Мне запомнился он как мудрый, политик, опять же, вот и принятие Конституции, события 99-го года. Не только я, наверное, все жители при жизни не упомнили, что он мудрый человек. Конечно, он запомнился мне как мудрый, бывшебный и руководитель, и человек, и политик. Был очень добрый, мягкий человек. Мне он так запомнился. Здоровым, крепким. Крепким, никак не предполагающим такой быстрый уход из жизни. Что удивительно было, когда он рассматривал какие-то вопросы, вот я с этим столкнулась, что он одинаково относился к людям любой нации. Ну, это был человек высоконравственный и интернационалист. Был глубокопорядочный, высокообразованный, высокоинтеллектуальный человек с высокими принципами в этой жизни, высокой любовью к людям и человек самовзабвенно отдававшийся работе во благо этой республики. Зная его стиль работы, отношение его к работе, он был очень простой, скромный человек, относился к всем равномерно, любил народ, любил людей, окружающих его, и народы Карачаево-Черкесии были ему родными людьми. Характер очень интернациональный у него был, он любил всех, чутко относился к нуждам, я так полагаю, что приходя к нему или беседуя с ним о своих запросах, ни один человек не остался недовольным. Благодаря Владимиру Иславовичу мы смогли и его единомышленников, я еще раз хочу подчеркнуть, мы смогли создать базу, фундаментальную базу в рамках Конституции Карачаево-Черкесской республики для будущего нашей республики, в которой мы сегодня уже живем 25 лет, и юбилей которого мы собираемся в этом году, в общем-то, и весь год юбилейный, и мы торжественно собираемся отметить в сентябре месяца текущего года. Я люблю Карачаево-Черкесии, она мне родная, я благодарна народу Карачаево-Черкесии за добрые отношения. Внук Владимира Исламовича старается перенять лучшие качества своего дедушки. Родители назвали его в честь деда, и каждый раз, проходя мимо этого мемориала, Владимир думает, а сможет ли он быть таким же, как его дед. Когда не стало моего дедушки Володи, мне было всего лишь 4 года, но я все равно подсчетливо помню его. Мой дедушка был веселый, интересный и заботливый. Помню, как ждал его, чтобы поиграть с ним или послушать его рассказы. Порой, когда пересматриваю альбом с его семейными фотографиями или читаю книгу, посвященную его жизни и работе, невольно понимаю, как нам всем его не хватает. Я считаю, что мой дедушка принадлежит не только нашей семье, а он больше принадлежит для выполнения миссии служения во благо обществу и людям, нуждающимся в этом. А еще мой дедушка полный тезки Ахубиев Владимир Исланович. Это мной воспринимается как сигнал для служения по мере моих возможностей моей семье, республике и стране. Жизнь Владимира Хубиева это целая эпоха. И именно под таким названием издана в память о нем книга. Инициатором ее издания стала вдова Владимира Хубиева Зоя Кибировна. С помощью многочисленных друзей и соратников Владимира Хубиева книга вышла в свет. По мнению читателей она получилась яркой и очень искренней. Родственники, политики, коллеги из самых различных субъектов России щедро делились своими воспоминаниями об этом удивительном мудром, порядочном, интеллигентном человеке. И все едины в одном. Владимир Хубиев в первую очередь был патриотом, для которого главной ценностью всегда были интересы народов Карачаева Черкесии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok